Бег не помогает похудеть, причина одинаковой нагрузки. Человеческий организм может приспособиться к любым нагрузкам, тем более, если они воздействуют на него день от дня. Потому, когда утруждаете тело ежедневно одинаковой нагрузкой, то ничего меняться не будет и ваши килограммы останутся на месте. Именно поэтому бег не помогает похудеть человеку, который каждый день пробегает по несколько километров. Таким образом, можно тренировать только выносливость, иметь хорошую физическую подготовку и качать мышцы ног. Согласно данным исследователей было установлено, что благодаря ежедневным пробежкам можно добиться следующих результатов. На первых порах после пробежек в действительности сбрасывается вес, но до определенного времени потом тело начинает привыкать к ежедневной нагрузке и уже объемы остаются прежними. Благодаря бегу усиливается работоспособность, улучшается работа пищеварительной системы, сердце, легких кровообращения. Также бег – это стимулятор иммунной системы организма. В итоге похудеть получится только в самом начале. Когда тело привыкает к нагрузке от ежедневных пробежек, уже похудения не будет. Чтобы продолжить сбрасывать вес, придется нагружать все больше и больше организм, соблюдать строгую диету. Только для этого потребуется много усилий и силы воли. Можно бег сравнить с кардиотренировкой. Вы полчаса побегаете, за это время сгорит 200 килокалорий. Все равно, что не съесть свой полдинг, эффект тот же. А чтобы похудеть и закрепить результат, рекомендуется совмещать кардио и силовые тренировки, причем нагрузки на организм надо увеличивать ежедневно. Тогда только будут таять килограммы. Бег не помогает похудеть. Причина – низкий темп. Вторая причина, по которой бег не помогает похудеть – это низкий темп пробежек. Не получится сбросить килограммы, когда ваш организм работает наполовину. Точнее, медлительные пробежки не жажгут много калорий. А вот выносливость благодаря им будет на высоте. Когда человек тучный, то бегать лучше начинать медленно, это как на беговой дорожке. В начале тренировки проводят на двойки и так постепенно переходят до последнего уровня сложности – до десятки. При условии, что человек еще начнет соблюдать диету, он начнет худеть. И на первом этапе таких тренировок произойдет большая потеря веса. После чего масса тела опять перестанет снижаться, потому что тело привыкнет к нагрузкам. И одним бегом похудения вы не добьетесь. Опять-таки к пробежкам придется добавлять еще и силовые тренировки, строго соблюдать режим питания, не употреблять жирной, жареной, соленой, сладкой пищей и пить воду на всех этапах похудения. Бег не помогает похудеть. Причина – неверный подсчет калорий. Объективно оценить количество потраченных калорий после пробежек невозможно. Ведь все показания усредненные. Каждый организм растрачивает энергию по-разному. Еще и по этой причине бег не помогает похудеть, сбросить вес, как хотелось бы. Люди тратят калории в продолжении всего дня, не только после интенсивных тренировок. Много энергии уходит у людей, ведущих подвижный образ жизни. Это тоже плюс к тем калориям, что сжигаются на тренировках. Еще следует учесть, что у таких индивидуумов организм больше натренирован, потому обычная пробежка ничего не даст в смысле похудения. Им нужно добавлять еще нагрузки и снижать потребление высококалорийных продуктов, чтобы снизить массу тела. Бег не помогает похудеть. Причина – бег неэффективен без других нагрузок. В сети интернет имеется масса людей, которые утверждают, что бег не помогает похудеть. Даже те, кто не совершает вышеперечисленных ошибок, все равно никак не могут сбросить лишний вес. Есть еще одна причина – это то, что обычные пробежки без других дополнительных нагрузок не действуют на организм хорошо натренированных спортсменов. Помогает ли бег похудеть? Отзывы. Причины того, почему бег не помогает похудеть, уже изучили. Теперь можно узнать на примерах реальных отзывов, эффективны ли пробежки в борьбе с лишним весом или нет. Оксана, 30 лет, Каринка, 22 года. Причина. Причина. Продолжение следует...